МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программы «События» в студии Марины Николаева. Масштабная реконструкция исторического центра Брянска завершена. В День Победы состоялось торжественное открытие главной лестницы города и набережной с фонтаном. В этот день вся огромная территория от скверла Карла Маркса до Славянской площади стала единой площадкой для отдыха жителей и гостей города. Самые яркие моменты этого исторического события в репортаже нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. В День Победы исторический центр Брянска встречает тысячи жителей города полностью обновленным и благоустроенным. Весь город внимательно следил за поэтапным его преображением. Лестница на бульваре Гагарина, Семеновский сквер, Славянская площадь с фонтаном, фасадки на концертного зала «Дружба» преобразились до неузнаваемости. И вот до официального открытия исторического центра остаются считанные минуты. Обновленный исторический центр Брянска открыт. Первые лица области и города проходят по главной лестнице Брянска. Здесь для гостей выступили творческие коллективы. Художники представили свои картины. Песни, стихи и музыка звучали от сквера Карла Маркса до Славянской площади. На ремонт лестницы из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. На капитальный ремонт Семеновского сквера 30 миллионов рублей. Сквер «Дружба» обошелся городу в 40 миллионов. Реконструкция Славянской площади проведена при участии инвестора. Мы действительно сегодня на деле говорим о том, что мы помним свое прошлое, дорожим настоящим и с оптимизмом смотрим будущее. И вот сегодня здесь можно привести параллель, хорошую параллель, когда также наши меценаты, депутат Брянской областной думы, Алексей Валерьевич Кубарев совместно с властью города, с областью, с федеральным финансируем. И его часть, это его вот эта площадь, этот фонтан, лестница за областные деньги, Семеновский сквер за федеральные, ДК «Дружба» за областные и второй сквер, который мы видим перед нами, они за городские. Вот такое вот хорошее, знаете, как общее дело, которое мы сегодня сделали все вместе, сделали для того, чтобы наши жители, наши дети могли здесь гулять, отдыхать. Город Брянск – это лицо нашей области. И здесь развивается промышленность и бюджет и все остальное. Поэтому у нас задумки еще на перспективу. Значит, сделан проект на обустройство Десны, размывку песка от понтонного моста и до черного моста, где-то миллион кубов, которые пойдут на объездную дорогу с первого Брянска на второй Брянск. Эта дорога нужна, чтобы разгрузить улицу Калининой, советский район. Поэтому мы будем этим вопросом заниматься. Глава региона и председатель Брянской областной думы поблагодарили всех, кто принимал участие в реконструкции и вручили почетные грамоты. Заслуженные награды получили дизайнеры и строители. Это огромное количество людей. Это подчеркивает единение нашего брянского народа, который, как говорится, вот так пришел сюда по доброй воле для того, чтобы поблагодарить и строителей, поблагодарить в первую очередь администрацию, поблагодарить всех тех, кто приложил именно, как говорится, свои средства, финансовые усилия. Торжественное открытие именно в 9 мая, как очередной этап победы для города, для его жителей, для каждого гостя города. Эта площадь была открыта. И я вам точно скажу, что 3 июня мы вновь очередной раз будем здесь, на набережной, на берегу реки Десна, с детьми, с гостями ловить рыбу. Концертную программу сделаем. После торжественной церемонии на Славянской площади начался праздничный концерт. На набережную съехались тысячи жителей и гостей Брянска. Кто-то прогуливался по обновленным аллеям, кто-то наслаждался видами на Десну. Теперь здесь есть, где прогуляться всей семьей. Детям очень нравятся фонтаны, особенно когда потемнеет. Сейчас с подсветкой будет корабль. Смотрим камушки, прямо впечатление, знаете, морской берег. Все нравится, нет слов. Просто счастье, я не знаю, на грани фантастики. Отлично, все нравится, красиво. Детям вообще в восторге, дети. Вам нравится? Да. А как вам нравится? Ура, ура, скажи. Ура, ура. Особое внимание, конечно, новому фонтану в центре Славянской площади. От него в восторге и дети, и взрослые. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сделать яркие фотографии. Грандиозная реконструкция завершена. Исторический центр города встречает жителей и гостей Брянска обновленным. Здесь красиво не только днем, но и в вечернее время. Сейчас зажгутся десятки фонарей. Фонтан начнет сиять разными цветами. Люди уже стараются сделать снимки на память. Набережная, безусловно, станет самым популярным местом отдыха для горожан. Екатерина Зодина, Сергей Любецкий. События. Брянск. Это нужно не мертвым, это нужно живым. 115 тысяч жителей Брянской области прошли в колонии бессмертного полка. Бессмертный полк в одном строю, Кто жив и кто погиб в бою. Бессмертный полк в словах святых, Единство павших и живых. Бессмертный полк построил вряд Ленинеров и солдат. Бессмертный полк для всех родных, Спасая жизнь и честь страны. Это наш дедушка, мой дедушка. Он воевал, прошел всю войну, был военным, кадровым. Начинал воевать в Туркестане в 30-х годах с басмачами. Мой отец, Узмичев Илья Иванович, попал на фронт только в 44-м году, Так как после призыва учился в Чкаловском военном училище. За год войны, когда он пробыл в боях, Под ним сгорело 4 боевых машины. Он был трижды ранен и один раз контужен. Но с войны пришел живым. Дедушка Андрей был рядовым, сам он родом из Пагарского района. А прадед здесь, в Брянске, был партизаном. Малахов Максим Никитич, красноармеец, 1900-го года рождения. Участвовал в финскую, был ранен. Призвали на отечественную. Пропал без вести в 41-м году. Мой дедушка Ильянко Николай Степанович призвался в 41-м году в 27-й зенитный полк. Прошел до Питера, попал в блокаду, прошел всю блокаду. Это мой прадедушка Иван Никонорыч Лябкин. Он в годы войны был ребенком. И когда на деревню напали немцы, они разрушили мельницу. И он соорудил ручную мельницу, и вся деревня ходила к нему молоть муку. А это отец моего дедушки, Никонор. В годы войны его послали в горы воевать с немцами. И с группой своих сослуживцев они отправились в тыл к врагу. И деду, моему прапрадеду в этой стычке оторвало ногу и руку. Но при этом он выжил. И они выполнили задания, которые им поручили. Вместе со всеми товарищами и вернулись. Бессмертный полк построен в ряду. И генерал, и солдат. Бессмертный полк, в нем все равны. Спасая жизнь и честь страны. Бессмертный полк, в нем все равны. Праздничный выходной завершился грандиозным салютом в честь Дня Парк. Красочное шоу длилось ровно 8 минут. Вот так выглядят использованные после салюта гильзы крупного и мелкого калибра. 9 мая в Брянске пиротехники выпустили в небо около тысячи залпов. Посмотреть величное зрелище на курган бессмертия пришли тысячи жителей и гостей Брянска. По словам посторженных горожан, это был один из самых крупных салютов за многие годы. Праздничные парады прошли во всех районах области. В Стародубии почти все жители вышли на главную улицу, чтобы почтить память павших героев. Площадь Стародуба заполнена людьми. Главы города и района, депутаты и школьники чествуют тех, кому обязаны мирной жизнью. Сегодня мы должны вспомнить всех тех, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы мы жили на этой прекрасной земле. Без памяти о Великой войне, без нашей победы нет для нас будущего. Давайте ценить и любить этот праздник. Победа – это радость. Праздник Победы – это самый великий праздник в нашей стране. Не дай Бог еще, чтобы повторилась война. Мы счастливы тем, этим днем. Десятки организаций, более пяти тысяч участников парада и, конечно же, бессмертный полк. Здравствуйте, скажите, кто у вас изображен на плакате? Это мой дядя. Три войны прошел. Финскую, Великую Отечественную и Победу над Японией. Это мой дядя, брат моей мамы, который до сих пор вспоминает, как он ходил на войну, в принципе, как он прощался. Но воевал он недолго. Его под Гомелем убили, наверное, через месяц после того, как призвали Стародубским военкоматом. Мой отец и муж отец. А скажите об их подвиге на войне. Ну, мой папка помогал летчикам. Отец мой и мой свекор. Один дошел до Берлина, в Берлине этот приходька, ему оторвало ногу. Отец мой закончил свою службу только в 50-м году. Праздничная колонна отправляется к стелле памяти, чтобы возложить цветы. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно ее сын услышать мой. В Стародубе память павших почтили те, кто сам прошел всю войну. Среди них ветеран Михаил Наумович Черкай. Учитесь, дорогие. Мы загнали Гитлера в его собственную берлогу. Участники этих операций. И ваш слуга, ветеран отечественной войны. Мы разгромили фашистскую Германию. Сделали одну победу. Разгромили империалистическую Японию. Сделали вторую победу. Так будем же, кажется, счастливы. Несмотря на солидный возраст, 93 года, Михаил Наумович Черкай ведет активную жизнь. Выступления на майских парадах, встречи с молодежью и школьниками. Чтобы помнили тот великий подвиг. Это его личный парад. И надо дать ему возможность выступить перед людьми и рассказать о тех страшных днях. Михаил Наумович прошел две войны. Был ранен в Белоруссии. Освобождал Берлин. Воевал в Маньчжурии. И сегодня ветеран отличается стойкостью. На параде, который длился несколько часов, Михаил Черкай ни разу не присел. В действии парада поколений знаменная группа. В знаменной группе представителей силовых структур. После возложения цветов к стелле памяти. Здесь, как и в той Великой войне, Михаил Наумович снова на передовой. По словам ветерана, молодое поколение должно быть внимательнее к своей родине, чтобы война не повторилась. Екатерина Пормон, Иван Зюрев, события Стародуб. В день победы мероприятия прошли в разных уголках нашей области. Почти 18 тысяч человек побывали на воинском мемориале в Беженском районе. Здесь расположена аллея славы, а также установлен монумент в память о воинах-освободителях, участвовавших в сражениях Великой Осечественной войны. Все пути в самом большом районе города ведут именно на улицу Почтовую. Традиция шествия к воинскому мемориалу старше самого Дня Победы. К этому месту, где захоронены больше 700 красноармейцев, что погибли при освобождении бежицы, всегда приходила благодарная округа. Позже сюда перенесли останки 180 партизан. Раньше они покоились на стоянке Виноградова у Круглого озера. То, что для школьников история и параграфы в учебниках, для этих людей биография, понятие одно на всех, малолетние узники. Точки на карте разные. Концлагерь 142-й в Урицком, Белорусские Азаричи, Минское гетто. Раиса Дубинина, Галина Скрементова, Николай Бородин. В Беженском районе 745 малолетних узников. Говорят, замечательно, что 21 школа района здесь на митингах. И все о той весне, увидел я во сне, пришел рассвет и мир, улыбнулся. Что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. За 4 часа с 10 утра митинги, минуты молчания и возложения посетили больше 10 тысяч школьников. А еще студенты, учащиеся колледжи, коллективы предприятий, поликлиник, заводов. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших видят. Сегодня по всей стране пройдет бессмертный полк, где молодое поколение будут с гордостью нести тех людей, которые подарили нам мирное небо над головой. И ни одна страна в Европе не вправе переписать историю под себя. Дания 4 дня, Польша 30 дней и Франция около месяца. Это за это время они сдались фашистской Германии. И город Ленинград больше 900 дней полной блокады. 2 миллиона человек погибло, защищая этот город. Вечная память будет нашим героям, которые кровью добыли эту победу. Брянщина это особый край, и очень трудно переоценить вклад в великую победу наших с вами земляков. И недаром, несколько недель тому назад, город Брянск стал столицей проведения международного форума победителей. Приметы этого года заводы шли со своими директорами. Беженская сталь, БМЗ, БЭМС. Поздравляю всех с праздником, Днем Победы. И заверяю, что оружие, переданное ветеранами в руки современных солдат, находится в надежных руках. И мы защитим нашу независимость от любых посидательств. Пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, винтовка Мосина и ППШ. Оружие времен войны. Школьники знают по фильмам и книгам. Но были на митинге и те, кто современное оружие создает. Гособоронзаказ. Ориентир для Брянского электромеханического завода. Колонну представителей трудового коллектива Брянского электромеханического завода возглавляет генеральный директор, почетный машиностроитель, депутат Брянской областной думы 6-го созыва Федор Федорович Дмитров. Митинг в Бежицком районе это два десятка коллективов. Брян-Конфей, работники рынка, комвольный, молочный, пищекомбинат, управляющие компании, центр соцобслуживания и Брянск-сантехника. Бежицу называют пролетарской, рабочей, а в День Победы она еще и дружная и патриотическая. Мария Сергеенко, Алексей Жучков. События Брянска. 9 мая – святой день для каждого жителя Брянской области. Почти 200 сотрудников брянских дивизионов агропромышленного холдинга «Мираторг» приняли участие в параде поколений. Для сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг» пройти командным строем в параде в День Победы – дело чести. Забота о людях старшего поколения – приоритетное направление социальных проектов компании. Дарить подарки ветеранам – давно сложившаяся традиция. Сотрудники брянской мясной компании и предприятия «Брянский бройлер» приняли участие в социальной акции в канун Дня Победы. У нас есть ежегодная акция «Поздравление ветеранов». В этом году мы поздравляли ветеранов не только Брянской области, но еще наших регионов присутствия. Это и Тульская область, и Смоленская, и Калужская область. В общем счете мы поздравили порядка 300 ветеранов в этом году. Ну и конечно же наша компания в течение года уделяет внимание реконструкции памятников культуры. Мы стараемся сохранить наше культурное наследие. На парад поколений многие сотрудники компании приходят с детьми. Илья Кошелев будет поздравлять ветеранов вместе с папой и сестричками. В этот день он вспоминает о своем прадеде. Есть у меня один прадед с маминой линии, который чертил карты для генералов и командиров. Я пришел сегодня на 9 мая, чтобы почтить память павшим, которые отдали жизнь для того, чтобы мы могли жить сейчас, улыбаться, веселиться. Вместе с десятками тысяч жителей Брянска трудовые коллективы крупных предприятий региона. В руках мироторговцев символы праздника – красные гвоздики и воздушные шары. Ура! 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 Команда агропромышленного холдинга «Мироторг» также приняла участие в торжественном митинге на площади «Партизан» и возложила цветы к вечному огню. Александра Седачева, Александр Власов. События. Брянск. Нет фашизму, нет нацизму. Акцию по таким названиям провел брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Студентам рассказали о партизанском движении, о преемственности поколений, сохранении исторической памяти и ценности победы. Письма с фронта до сих пор бережно хранятся во многих семьях. У каждого треугольника своя история. У этого письма, к сожалению, печальная. Дядя Тамары Шульги не вернулся с фронта. В память о нем остались лишь эти строки. Она с удовольствием поделилась с участниками акции своими воспоминаниями и зачитала одно из писем. Видишь грабежи, убийства, массовые расстрелы. Мне не пришлось с тобой даже повидаться два с половиной года назад. Мы пока живы и здоровы. Месяц назад я попал под пытки Гестапо. Меня мучили 25 дней. Строки, написанные на этих пожелтевших страницах, бесценны. Они передают весь ужас военных лет, помогают заглянуть в душу солдата. Молодежь верит больше таким документальным фактам. И особенно, когда к ним приходишь в аудиторию с конкретным письмом, треугольником. И вот я помню один студент, тогда еще я в техникуме работала, он говорит, ну прочитайте это письмо. Я хочу понять, какими они были. Потому что это живой голос из того времени. На встрече много говорили о партизанском движении, о сохранении исторических ценностей, преемственности поколений. Члены моей семьи принимают активное участие в бессмертном полку. У меня есть прадедушка, зовут его Грецов Федор Алексеевич, который принимал участие в Великой Отечественной войне. И мы тем самым всей семьей чтим память, вспоминаем опять же эту историю. И это великий действительно праздник для народа, для каждого человека. Эта акция еще раз напомнила о важности патриотизма, сохранении памяти о наших предках, их подвигах, героизме во время Великой Отечественной войны и уважении к Отечеству. Екатерина Зойдина, Иван Зюрев, События, Брянск. Во всех вузах региона прошли подобные патриотические встречи. На каждой обсуждался и нашумевший фильм Константина Хабенского «Собибор». Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в Польше в нацистском лагере «Собибор», где нацисты издевались, мучили и шантажировали русских разведчиков и всех, кто вставал на их пути. Обязательно посмотрите, сейчас фильм идет в кинотеатрах. Уголок Солнечного Кавказа в Брянске в торговом центре «Родина» продолжает работу выставка-ярмарка «Дары Абхазии». Ароматные специи, восточные сладости, мясные деликатесы и морепродукты. И на все многообразие можно не только посмотреть, но и попробовать. В том, что абхазы знают толк в здоровой и вкусной еде, убедился Дмитрий Кузнецов. Торговые ряды благоухают ароматами специй и чая. Неподалеку расположились прилавки с сыром и мясными деликатесами. Продавцы наперебой расхваливают свой товар, подчеркивая, здесь представлены исключительно экологически чистые продукты. Это краснодарский чай с города Сочи, поселок Дагомыс. Это своя плантация, 4 гектара. Мы сами выращиваем, сами купожируем, никаких добавок, никаких ароматизаторов. Эта выставка – настоящий рай для гурманов. Для любителей поострее – знаменитая на весь мир абхазская аджика. Для сладкоежек – натуральный горный мед, восточные сладости и варенье на любой вкус. Для поклонников здорового питания – сухофрукты. Допустим, вот есть красная слива, да? Вроде бы обычная красная слива, но никто не знает, что она нормализует давление в организме. Есть, допустим, яблоко вяленое. Все привыкли варить компоты, но с наших яблок компоты варить нельзя. Наши яблоки очень богаты полиевой кислотой, которая необходима для любого организма. Взирая на все это многообразие, с выставки просто невозможно уйти с пустыми руками. Я купила халву и купила приправу для борща. Очень понравилось. Понравились фрукты и овощи, мясо из Абхазии. Очень вкусно. Прям деликатесы. Я набрала очень много. В этом году организаторы приготовили всем посетителям необычный подарок. Экспозицию дополнил павильон «Дары Камчатки». Это свежайшая рыба холодного и горячего копчения. Это и белорыбеца, и палтус, и горбуша, и, конечно, королева лососевых чавыча. Гастрономическое путешествие от Кавказа до Камчатки можно совершить вплоть до 13 мая на четвертом этаже торгового центра «Родина». Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я напомню, что новости телеканала «Брянская губерния» доступны также на нашем сайте в интернете по адресу www.gubernia.tv. А наш выпуск на этом завершен. Всего самого доброго и до встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр, будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка. Все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива и это просто. Продолжение следует...